Всем привет, друзья, на связи Ryzen и добро пожаловать на новый ролик по Alpha Ace. Многие уже из вас догадались по превью этого ролика, что речь пойдет о том, как все-таки сделать в Alpha Ace 120 фпс. Эта идея мне пришла неспроста, вы очень часто пишите под роликами на ютубе Ryzen покажи как делать 120 фпс, Ryzen сделай гайд. Также многие из вас очень сильно спамят в личку, чтобы я вам опять же таки показал, как все-таки настроить 120 фпс. Поэтому все-таки, да, этот ролик вышел и надеюсь вам понравится мой способ решения. Ну а перед просмотром ролика хочу порекомендовать вам мой телеграм-канал. Там есть АПК-файл, полностью вся официальная информация по Alpha Ace от разработчиков, а также есть хороший час, где вы сможете найти себе тиммейта. Ссылочка будет в описании, подписывайся и ставь лайк, приятного просмотра. Еще раз всем привет, народ. Сейчас будем с вами настраивать 120 фпс в Alpha Ace. А вот в данный момент у меня стоит 60 стандарт, да, наверное, как у всех средних телефонов, то есть максимум на стройках можно выставить 60 фпс. На примере от моего телефона системы Xiaomi Poco F4 GT Pro, 12 ОЗУ на 256 гигабайт, сейчас мы видим у нас до, было до, ускорение было 57 фпс. То есть не смотрите, что сейчас, это я ускорил. До было, еще раз повторим, да. Постреляем. Давайте еще, еще, чтобы точно убедиться, что у нас с вами 60. Жмем ускорение, да, то есть до было 55. Я жму ускорение, оно, естественно, повышается, но нас это не интересует, нас интересует только то, что было до ускорения. То есть, да, стабильно у нас сейчас 55-60 фпс. Я вам это показал. Далее, что делаем? Переходим на стройки, нас интересует аудио и графика. Внимание, очень важно здесь, объясняю заранее, подтыркать по всем, вот абсолютно по всем вкладочкам вот этим вот, то есть где частота кадров 60, 45 и 30, там везде покликайте, оставьте 60 и покликайте качество изображения. Выставьте то изображение, графику, на которое вы будете постоянно играть, потому что потом ее трогать нельзя будет. Но советую поставить стандартную, либо плавную. Так ваш телефон будет меньше греться и выдавать больше фпс. Закрываем полностью игру и нам понадобится проводник. Он у вас может быть абсолютно любой, но я же все-таки советую именно этот сх-проводник. Ссылку на его скачивание я оставлю в описании под роликом. Вторая программа SetEdit. Она нужна только владельцам андроид-системы к Xiaomi, а то есть таким телефоном, как Poco, Redmi и так далее. Но если у вас совершенно другой телефон и другая андроид-система, то, естественно, скачивать ее не нужно. Кстати, многие даже не знают и не понимают, что такое частота кадров, что такое фпс, что такое герцы. Поэтому сейчас я вам покажу, дабы потом не было гнусных комментариев. Я все сделал, как ты показывал, а у меня ничего не получилось, а ты наврал. А на самом деле у человека в телефоне максимум 60 герц будет, и мне потом эти высказывания. Поэтому сейчас я покажу, как проверить ваше количество фпс и максимальное количество, которое вы можете выставить в своем телефоне. Итак, переходим в наши настройки телефона, и здесь в поиске пишем частота. У кого-то будет по-другому называться, частота кадров, частота обновления. В каждом телефоне будет по-разному. И здесь, обратите внимание, я могу выбрать как 60, так и 120. Если у вас 120 нет, то, естественно, 120 фпс вы не сможете поиграть в альфа-эйс, поэтому не нужно писать гнусные комментарии, у меня ничего не получилось, разный ты гондон и тому подобное. Ну и если у вас через поиск не нашло, то нажимаем настройки экрана, и здесь вы сможете проверить, наверное, в каждом телефоне, все это будет в настройках экрана. Итак, если мы убедились, что на вашем телефоне есть 120 герц, ну либо же 90 герц, то можно переходить к важной части ролика. Заходим в наш ВСХП проводник и нажимаем основная память. Вот такая вот желтенькая кнопочка. Далее нажимаем Android, выбираем. Здесь выбираем дата. Верхняя папочка, я вам буду их подсвечивать. И ищем нашу Гаренов Альфа-Эйс папочку. Вот она. Я вам ее подсвечиваю, чтобы вы понимали, где. Открываем здесь две папки. Нам нужна нижняя. Открываем папочку Files. И здесь, главное, не перепутайте, нам нужен вот этот вот файл. Сейчас покажу вам его. Temp Local Setting. Вот этот, ребят, открываем его. Открываем. И здесь самое важное. У нас есть первая строка. Она у меня первая, у вас может быть третья, пятая, десятая. Не важно. Limit FPS. У меня сейчас указано 60. Меняем это значение на 120. Если у вас 90 герц телефон поддерживает, то меняем на 90. Как только написали, нажимаем в правом верхнем углу кнопочку сохранить. И можем его сразу же закрывать. Теперь, что касаемо телефонов Xiaomi, как я уже говорил, Poco, Redmi и так далее. Вот эти вот телефоны. Здесь нам нужно с вами проделать еще одну операцию. Проходим во вторую программу под названием SetEdit. И здесь ищем команду UserRefreshRate. Вот она. Если у вас ее нет, а у вас ее, скорее всего, не будет, то нам нужно будет делать следующее действие. Добавлять ее вручную. Сейчас я вам, в принципе, покажу, как это сделать. Будет все довольно легко. Плюс саму команду эту я оставлю вам в описании, чтобы вы могли ее скопировать, либо переписать. Так, у себя я ее сейчас сразу удалю, чтобы вместе с вами это сделать. Потому что у меня также телефон Redmi. Так, удалили. И нажимаем... В самый верх идем. И нажимаем addf setting. И добавляем эту команду. Пишем. User. Нижний прочерк. Refresh. Опять нижний прочерк. И rate. Все, нажимаем снизу кнопочку save. Здесь указываем 120. Если у вас 90, указывайте 90. Так. Теперь нам нужно ее найти. Так, вот она. Вижу ее есть. Вы также проверяйте, чтобы у вас все добавилось. Хорошо. Теперь мы set edit полностью закрываем. То есть, чтобы он не работал в фоновом режиме. Заходим в наши настройки телефона. Так. Нам нужна частота обновления. Пишем. Частота. Обновление. Нажимаем. И здесь просто кликаем 60, 120, 60, 120. Обновляем раза 2-3. И оставляем 120. Далее обратно заходим в set edit. И находим нашу команду. User refresh rate. Опять же ее ищем. Вот она. Нажимаем на нее. И меняем значение вот на эту кнопочку. Жмем. И меняем значение. Вместо 120 пишем 1. И сохраняем. Все. Эта программа нам больше не понадобится. Напоминаю, ребята. Те, у кого не Xiaomi. Эту программу вообще не используем. Не скачиваем. Это вам не нужно. Это только для Poco. И других телефонов от Xiaomi. Далее переходим в саму игру. Так. Я зашел в тренировочный режим. Давайте постреляем. Да. То есть вот так вот. По мишеням опять же. Побегаем. Попрыгаем. Кстати. Графика и аудио. Обратите внимание. У нас вообще никакого FPS стоит. Ни 30. Ни 45. Ни 60. Просто галочка пропала с FPS полностью. Это говорит о том, что у нас почти все получилось. Теперь давайте вместе проверим. Нажимаем ускорить. Видим, что у нас до было 100 FPS. То есть до ускорения было 100 FPS. С ускорением у меня 120-123 FPS идет. Еще раз. Так. Сейчас я выключу. Побегали. Понажимали. Понажимали. Попрыгали. Пускай там заспавнится мишень. Пускай нагружает тоже FPS. Постреляем по ним. Чтоб до конца убедиться. Открываем. И опять до было 100 FPS. То есть стабильно 100 FPS у нас работает игра. Как я обещал, 100-120 FPS на хорошем устройстве при правильном использовании у вас будет работать в Alpha Ace. Если вы указывали файл, где я показывал вместо 120-190 FPS, то соответственно у вас будет тянуть 90 FPS. И снизу не будет прыгать у вас. В левом углу, обратите внимание, FPS в зеленом горит 60. Он будет бесконечно гореть 60. Не будет падать вниз. Не будет ни 59, ни 58. Он будет постоянно зависеть на 60. Это говорит о том, что ваш FPS не падает ниже 60. Вот. Поэтому как-то так. Если вы все сделали правильно и у вас, допустим, 120 Гц, но показывает 80, 60, 70, то, возможно, вам стоит почистить свой телефон, очистить оперативную память. У меня уже есть об этом ролик на канале. Я просто оставлю его в описании. Как очистить свой телефон, как еще больше повысить FPS в Alpha Ace. Поэтому ссылочка будет в описании. Обязательно посмотрите. Чистите свое устройство. Удаляйте ненужные игры. Удаляйте ненужные видео, фотографии. Все. Это нагружает ваш телефон. Также не играйте на зарядке, потому что телефон греется. Если телефон греется, вы также теряете свой FPS. Так абсолютно в любой игре работает. И Alpha Ace не исключение. Ну что ж, друзья. К сожалению, этот ролик подходит к концу. Я постарался быстро, внятно, точно и понятно вам объяснить, как же все-таки поиграть в 90-120 FPS в нашей всеми любимой игре Alpha Ace. Был рад помочь вам. Оставляйте свои комментарии, пишите свое мнение. Не забывай поставить лайк. А также самое важное, отправь этот ролик своему другу. Пускай так же, как и ты, настроит тебе 120 FPS и вместе будете нагибать весь сервер. Ну что ж, на этом все. Но я с вами не прощаюсь. Увидимся на просторах Alpha Ace. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok